Ульяновцы устали ощущать запах гари в новом городе. В безветренную погоду над районом висит смог. Едкий дым с содержанием формальдегида и других токсичных соединений регулярно накрывает за Волжье. У нас у самих гараж находится на проспекте Филатова, в той стороне. И чем ближе туда, тем больше он ощущается. Причем, когда мы идем в гараж за машиной, зачастую мы прям видим смог, стоящий над этим гаражом. Это безусловно есть, это проблема, которую нужно решать. Вот в этих, где-то что-то, мелкие предприятия, вот это вот что-то делают, наверное, дым идет, и вот поэтому такой запах. Ну, не авиастар, наверное, у них там свое. Местное население в курсе, откуда дует несвежий ветер. Мелкие гаражные предприятия, расположенные на промзоне, портят урбанистический облик Левобережья. По информации сотрудников Минприроды, виноваты недобросовестные бизнесмены. Некоторые гаражники сжигают отходы производства в буржуйках. В основном, это мебельщики, утилизирующие листы ДСП, проклеенные формальдегидными смолами. В текущем году, с начала года, проведено более 10 рейдовых мероприятий. Четыре юридических лица привлечены к административной ответственности. Кроме того, на территории нового города продолжают работать посты мониторинга, которые отслеживают состояние атмосферного воздуха на территории города. В прошлом году сняли более 20 тысяч проб воздуха. Высоких показателей по загрязнению выявлено не было. Однако, следы бензопирена и формальдегида в анализах обнаруживали часто. Исследования продолжаются и сейчас. Замеряют показатели в районе школы номер 75 на проспекте Сурово и у парка Маргелово. В час, в 7 утра, в 13 и в 19 определены по 8 загрязняющих веществ, которые характерны для всей этой промышленности. Так-то, конечно, промышленность выбрасывает всю таблицу Менделея, вредные вещества. Но они ничтожно малы и контролю не подлежат. По этой теме Алексей Русских провел внеплановое совещание. В этом году рейды продолжаются. Сотрудники полиции и прокуратуры уже выявили 11 нарушений. Семь гаражников не только коптят воздух, но и работают без кассовых аппаратов. Есть и предприниматели, чьи подряды не зарегистрированы. Соответственно, выданы соответствующие предписания. К сожалению, мы понимаем, что какой-нибудь значный эффект данной предписания не возымеет действия, поскольку административный штраф по данным нарушениям у нас составляет от 500 до 2000 рублей. Соответственно, по одному субъекту уже назначен административный штраф. Символическими суммами дельцов не напугать. Заплатив штраф, они продолжат использовать гаражи не по назначению. Но у городских и региональных властей все-таки нашлось решение давнего вопроса. Я абсолютно согласен с предложением Дмитрия Александровича. Значит, выявлять не целевое использование измененных участков и, значит, имея все у нас рычаги для этого, пригощать эту деятельность. Алексей Русский готов предоставить этим предпринимателям легальную альтернативу для производства. Глава региона поручил специалистам областной корпорации развития подготовить новые площади. Виктория Черкова, Сергей Кудаков, Алина Тихонова и Юрий Ломатов. Улправда ТВ.